В эфире программа ДПС на УТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте. Начинаем выпуск с информации о резонансной аварии, которая произошла накануне вечером в Новосибирском районе области. В столкновении легковушки и эвакуатора погибли 4 человека. В 11-м часу вечера 22-летний парень за рулем «Шевроле» ехал по трассе К-17Р в сторону поселка Ордынское. На 33-м километре врезался в попутный «Хёнде». После удара «Кобальт» слетел с дороги в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Шевроле» и другого его пассажиров скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Единственная выжившая в салоне «Шевроле» – это девочка 2015 года рождения. Ее экстренно госпитализировали. Скоро будут готовы результаты экспертизы, которые покажут, был ли инициатор ДТП пьян. Другая серьезная авария произошла в Бердске Новосибирской области. На перекрестке столкнулись ВАЗ и мотоцикл. Авторы видео ошиблись. Байкер выжил, однако его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Кто стал инициатором ДТП – мотоциклист или автомобилист – сейчас устанавливают инспекторы. Еще одно столкновение с участием двухколесного транспорта зафиксировали в Октябрьском районе Новосибирска. Инцидент произошел в жиломассиве Европейский берег. Со слов очевидцев, пьяный мужчина катал свою подругу на мотоцикле, в какой-то момент потерял координацию в пространстве и на скорости влетел в припаркованный Мерседес. Многочисленные травмы получила пассажирка-байка. Правда, ее спутника это не смутило. Он бросил женщину и попытался уехать, но лихача задержали местные жители. Один из них опубликовал видео в социальных сетях с последствиями аварии и решил лично продемонстрировать сыну, что бывает, когда нарушают ПДД. Не видишь? Желко вообще. Я иду, меня аж все перетряхнуло. А ты куда ходил? Ярик, так тебе там нельзя. Пошли, Ярик, со мной. Пойдем, пойдем. Что там смотреть, Леша? Ну пойдем, посмотрим, чтобы знал, что так нельзя кататься. Машина, отойдите. Что такое? Правда, такие методы воспитания вызвали вопросы у пользователей сети. Двое малолетних байкеров попали в больницу после ДТП в поселке Садово и Новосибирского района области. Фотографии с места аварии прислали в нашу редакцию местные жители. По нашим данным, 15-летний подросток катался на рейсере. На пассажирском месте устроился его 14-летний друг. Юному гонщику не хватило опыта и навыков вождения. В пути он потерял контроль над управлением. Двухколесный транспорт врезался в попутный Лексус. От удара дети отлетели на пару метров. Их забрала бригада скорой помощи. Водительских прав у подростка, естественно, нет в силу возраста. С начала текущего года на территории города Новосибирска произошло уже 62 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых 3 человека погибло и 67 получили различные травмы. Стоит отметить, что в 13 случаях водителями мототранспорта явились несовершеннолетние, которые не имели права управления транспортным средством. Госавтоинспекция напоминает, что садиться за руль мопедов можно только по достижении 16 лет, имея при этом водительское удостоверение соответствующей категории. Также за управление несовершеннолетним водителем по достижению им возраста 16 лет, мопедом, скутером, мотоциклом, не имея права управления в соответствии с частью 1 статьи 12.7 КОАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут его законные представители. 20-летняя девушка пострадала в столкновении на левом берегу Новосибирска. В Ленинском районе иномарка протаранила металлический забор. В госавтоинспекции рассказали. Мужчина 1979 года рождения управлял Хёнде. Ехал по Титово. Решил повернуть налево на улицу Плохотного. Во время маневра не пропустил встречный поток, у которого было преимущество. Автомобиль протаранил Хонду. От удара Аккорд отбросило в сторону, в пешеходное ограждение. Пассажирку этой машины доставили в больницу. Там же, в Ленинском районе мегаполиса, зафиксировали еще один дорожный инцидент. Юный самокатчик угодил под колеса автомобиля. 15-летний парень катался на Симе. На выезде из двора он не спешился и не посмотрел по сторонам. Водитель Мазды не успел затормозить. Пострадавшего увезли на скорой. Похоже, ДТП случилось и на правом берегу города. В Октябрьском районе Субару сбил парня на самокате. Владелец Форестера выезжал с придомовой территории. Вовремя не заметил, что перед ним дорогу пересекает юноша на Симе. Несовершеннолетнего доставили в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. И последнее. Решили, что светофоры не так важны. Глава Берска рассказал, почему на опасном участке дороги так и не установили регулировщики, хотя бюджет на это был заложен. Вот и поворачиваю на Водобачную. Тот самый перекресток, по которому большое количество запросов у людей на установку светофора. Да, подтверждаю, что планировали миллион шестьсот на реализацию этого проекта. Но выносили на сессию в июне, но депутаты Совета депутатов города Берска не согласились с нашим намерением. Но пока не согласились, решили все-таки эту сумму направить на ремонт детских площадок в пяти детских садах, на капитальный ремонт веранд. Пожалуй, соглашусь с депутатами, что при подготовке к учебному году в настоящее время это нужнее все-таки, чем светофор. Поэтому давайте немножко со светофором потерпим. Обещаю, что точно реализуем, поищем дополнительные финансы. Сам часто езжу здесь, заезжая из Новосибирска в Берск домой, как-то проблем не возникает. Но вот когда едем наоборот, с водобачной выезжаем, то всегда, конечно, есть опасность создания аварийной ситуации. Так что, друзья, чуть терпения, вопрос решим. И на сегодня это все дорожные новости. Если вы стали очевидцем аварии или нарушения, присылайте видеозаписи на наш редакционный WhatsApp. Номер 8 983 510 20 05. Подписывайтесь и на наш канал в Телеграме «Экстренный НСК». А в студии работала Ксения Корзун. Берегите себя и до встречи в эфире ОТС. Телеграме «Экстренный НСК»